Продолжение следует... Мы наблюдаем сегодня 4 Best of 2 серии. Одна из них, вот самая первая, уже на ваших экранах. И мы увидим противостояние Evil Geniuses против команды Plus One, как они себя назвали. И здесь, насколько я вот вижу, часть такая существенная Demon Slayer преследуется уже этим составчиком с тех самых пор, как они собрались. Их подписала, так понимаю, организация, которая называется Plus One. К сожалению, у меня про нее никакой информации нет. Ликвидпедия тоже ничего не рассказывает про нее, но, возможно, просто она еще слишком свежая, эта организация. Не знаю, имеет ли она отношение к телефону One Plus хоть какое-то, не очень в этом уверена, но тем не менее. Так вот, ребятушки, у нас тут Evil Geniuses за все это время скатали 3 серии, и 2 из них победили, и одну сыграли в ничью. Причем это была самая первая против команды 4Zoomers. Но эти зумеры, на самом деле, если так посмотреть по составчику, сильные, ребятки. По поводу Plus One, на самом деле, я бы отдала бы часть предпочтений им, ну, не просто в этой серии, а так вот по жизни. Ну, банально из-за того, что Demon Slayers они в начале сезона себя довольно крепко показали. Там был у нас один DreamHack, ну, точнее, Dream League, как их в Доте называют, турнир. Там, где Demon Slayers прям прорвались очень жестко, они дошли аж до гранд-финала Лана, и там они проиграли, по-моему, если я не ошибаюсь, Альянсом. И они довольно много людей на пути у себя сбрили. То есть там и Ликвид пострадали, еще кто-то, не помню кто. Ну, короче, они такие хорошие коллективы размотали на пути. И, опять же, стоит всегда делать скидку на то, что это онлайн. И здесь иногда случается всякое, тем более, что состав Evil Geniuses тоже некоторые изменения претерпевает ввиду карантинных условий, то, что не все могут вместе собраться из разных стран. Сообщения между странами до сих пор остаются закрытыми по большей части, и не на все можно рассчитывать. Состав Evil Geniuses, в принципе, можете видеть своими глазами. Вот эти китайские иероглифы — это Артизия, которыми он постоянно подписывается. Ну, помимо этого еще и Роя, Крит, Китрак и Флайм у нас здесь. Ну и по драфтам давайте посмотрим, на что здесь можно рассчитывать. Если честно, я Америку не видела тысячу лет, и старт этой серии, ну, конкретно этой лиги, я тоже не наблюдала. Так что, ну, ребятушки, здесь я замету этого региона не сильно. Так что, если у вас какие-то предположения в чате будут, вы тоже рассказывайте. Я постараюсь почекать. Ну, дилей, правда, здесь две минуты, поэтому это будет с некоторыми условностями, но тем не менее. Драгонайт, Оракл, Никс, Ассасин, Пак у нас уже есть у Плюс Ван, а со стороны Evil Geniuses, Квапа, Клокверк, Вич, Доктор и Ликантроп. Квапа на ферст драфт, это, в принципе, довольно интересное решение, но учитывая то, что сейчас такая тенденция, то, что она лейнится со всеми, то есть нет такого человека, против которого она мид хотя бы ровненько, но не отстоит, а может даже и выиграет. Во многом все ложится на скилл самого мидера, то есть если мидер играет хорошо, тогда он на Квапе линию стабильно выигрывает. И вот не факт, еще против кого он будет стоять, я так понимаю, что ДК здесь тоже уже на мид заявлен, учитывая то, что этот пик был следом за Квапой, и они решили сразу свою позицию показать. ДК в целом хорошо против Квапы терпит за счет регена, то есть позиция Драгонблат позволяет впитывать то, что ты можешь получить от нее за счет ее дротиков. Квапы, которые там с третьего левела уже начинают очень существенную демош наносить, но тем не менее Квапа его тоже может погонять. Опять же во многом здесь зависит от скилла самого Драгоннайта, как он здесь будет играть, как он будет лейнить, насколько хорошо он там будет контролить линию, чтобы крипы были больше под ним, чем под Квапой. Ну, именно под его хайграундом на миде. Помимо этого, оракул на сейф, пока еще не ясно на сейф кого, ДК явно в этом не нуждается, но возможно это заявка на будущего керри тролля или керри снайпера, или вот что-то еще такого плана. Ну, в общем, какого-то керри, которого стоит подсейвить. Никс Ассасин, который будет работать здесь, ну, отчасти против Квапы, отчасти против Фичдоктора. Ману здесь побернить есть кому. Ну, и также как разведчик, то есть для того, чтобы цеплять в этом драфте кого-либо. Ликонтроп на самом деле проблема. Вот его сейчас разве что дримкойлом цеплять, и это немного печально. Ну, и поэтому я здесь на самом деле бы больше дала бы предпочтение троллю, потому что в ПВП с Ликонтропом он бы смог как-то там сеткой его закрыть и, возможно, не дать ему убежать. В целом, пуш у Эвил Джинниусс хороший, и Артизи, он просто любитель Ликонтропа. Вот как раз-таки в последний раз я Америку смотрела в прошлое БТС, а это было порядка месяца назад или полутора, не могу вспомнить точно. Ну, и тогда Ликонтроп от Артизи просто постоянно заезжал. Да и когда Ланы еще шли, тоже Ликонтроп от Артизи был одним из самых частых явлений. Вот, кстати, Нага тоже была бы хорошим явлением. Эта закрывашка на Супер Лейт могла бы позволить пережить Ликонтропа, ну и плюс потом его уже через сон закрывать, когда у того и БКБ будет короткая. И Шейкер напоследок. Ну, ясное дело, что Крит, он большой любитель Шейкера, это одна из его сигнатурочек, так что, ну, здесь понятное дело, к чему это все дело клонится. С воздухом разговариваешь, да, да, бывает, бывает. У плюс-1 есть ли шансы на ничью? Вот, если честно, я не знаю, как их оценивать. Они сыграли только одну серию, и они ее проиграли. Они ее проиграли против той же команды ForZoomers, которая отжала одну карту Evil Geniuses. То есть, на самом деле, пока объективно оценить их скилл я не могу. То, что осталось от них со времен Demon Slayers, я тоже оценить не могу, потому что, вы сами понимаете, время прошло, патчи изменились, и мне это изменилось. И все-таки тролль заезжает. Вот, уважаю, уважаю. Вот за это плюс уважение к плюс-1. Но на деле тут много сложностей, ясное дело. Есть очень много контроля, которое может помешать троллю в ульте нормально поработать. И во многом здесь большая ответственность ложится на Оракула, на его ультимейт. Но мне нравится то, что именно этот выбор кэри позволит немного хотя бы попытаться законтролить Пикантропа. Но Ликантроп по-прежнему здесь может хорошо снести. То есть, условно говоря, при выигранной драке Ликан здесь может и не прощать. А он может и вовсе пытаться играть сплитпуши и отжимать позиции у команды плюс-1 за счет того, что там подгрызает вышки по бокам и оставить их просто без контроля над своим лесом. То есть тролль, если он попытается в жадный билд, а он скорее всего попытается, он может столкнуться с тем, что в один момент ему будет негде фармить. Уметь доставать деньги из вражеских лесов или из каких-то хитроумных сплитпушей, когда у твоей команды нет возможности обеспечить тебе комфортный фарм на твоей части карты. Это своего рода искусство. Это далеко не каждый может делать, не фидя и не давая возможности на выход на тебя. Ну так, что ж, у нас тут первая карта Best of 3. Пока еще, ребятушки, бодрячком держимся. Бодрячком, максимально бодрячком. Так, я вам тут показываю красивую картинку. И эта красивая картинка у нас тут. Вот причем мне еще не показывает там насчет того, сколько кто денег заработал. К сожалению, у меня из-за какого-то бага дота-плюса это начинает показываться. Вот эта хрень еще обратно наверх не подвинулась. Ну ладно, был бы с ней. В целом, я думаю, что если доту переустановить в один момент решится, я просто очень неохотно на это решаюсь, потому что все бинды, в том числе и кастерские, слетают, то это можно пофиксить. Но в целом я уже привыкла немного. Надеюсь, что и вас это сильно не коробит. Так, ну что ж, у нас тут Ликантроп уже волками с вами пошел почекал. Да, Драгонайт у нас тут в интересной позиции. Я смотрю, тут все закупались на себя. Да, ДК хардовый у нас, и пак будет медовый. И в целом решение довольно позитивное, потому что от квапы можно пытаться мансить таким образом. То есть если ты через шифт будешь играть, то ты сможешь иной раз и даггер не словить. Но если ты недостаточно скилловый и не можешь это делать, если у тебя не будет получаться это делать по разным причинам, то тогда ты, конечно, лению проиграешь в салат. Так что посмотрим. На самом деле от того, как пак отстоит против квапы, во многом судьба всей этой игры будет. Понятно? Поэтому, ребята, если что, я вам советую посмотреть немного на то, что здесь будет происходить. Буквально минут 5 до первого лунтосов. Там уже в целом какая-то картина нарисуется по поводу того, как там пак себя чувствует. Так, ну что ж, тут, смотрю, Китрек готов отжимать. Да, и он отжимает. Ну и по итогу я смотрю пока то, что 2 рунки все-таки остаются за Эвил Джиниусес. 3 рунки за Эвил Джиниусес. Да, только одна досталась команде. Плюс 1. И это печально. Угу. У нас и не квапамит будет стоять. Тогда понятно. Нет, тогда никаких проблем у пака быть не должно. Вряд ли его сожрут. Хотя, опять же, на ранних левелах под волками это вполне возможно. Если Ликантроп дальше вкачает Хауль, то тут может случиться такая штучка, что его загрызут. Но посмотрим, опять же. Хороший пак, он даже с Арбой, в принципе, сможет от этого уйти. Под тавр куда-нибудь, куда не захочет Ликантроп лезть. Хотя при грамотном приагривании на волков, то можно, в принципе, задавить. В Артизе я верю. Интересный лейнинг, видимо, все-таки из-за Драгонайта это решились, потому что ДК может квапа помучить. И вот сейчас, видимо, у него пассивки нет, и он потерял уже довольно много ХП. Его уже помучили. Хотя квапа здесь уже не даггера качала, она просто с руки набивает. Она даггеры будет качать потом. В целом, если бы она стояла на миде, то она просто бы на первый взяла шедоустрайк, на второй не качала бы ничего. Ну просто на случай, если вдруг иной раз скрим тебе поможет сделать фраг, а блинку уйти в случае, если тебя уже поддушивают. А на третий взять шедоустрайк на двойку. Но я думаю, что здесь тоже нет смысла отказываться от шедоустрайка. Скрим явно слабоват с точки зрения его макшене в самом начале. Но во многом здесь квапа может изменить свой билд просто из-за того, что это не мид. Это другая линия и, соответственно, специфика игры. Из-за того, что у тебя не оверлевел, который ты можешь получить на миде, ты можешь и не так сыграть. Так, ну что ж, уже проблема. Да, все. Габелла. Клокер домучил его со своими батарейками, но он действительно очень мощно действует, я так смотрю. ДК был лоу хп, он не особо здесь занимался своим регеном, и вот поэтому и пострадал. В целом надо бы ему немного поаккуратнее быть хотя бы до третьего левела, пока он не вкачает пассивочку. Он подкормил Клокверка. В целом это не так страшно, как отдать фраг квапе. Она, скорее всего, за этот фраг получила как-то за крипа, с учетом того, что это низкий левел, там ассист и прочее. Даже, скорее всего, за крипа получила бы больше, с точки зрения экспы уж точно. Так, ну а тролль пока мучает милищника шейкера, который мучается из рейнджовых крипов и довольно большого рейнджа тычки. Но это все пока флай пытается решать оригеном на своей линии. Да, интересный расклад получается. Ну, в крита на шейкере, мне кажется, всегда стоит верить. Крит на шейкере — это имбая не контриться. Ну, по крайней мере, в эпоху ланов точно не контрилась. Сейчас уж бог весть. Ну, и вижу то, что по крипам Артизи пока чуть-чуть приласхитчивает пака. Так, там уже и Никсы забрали. Слушай, ну что же задушный линия-то, а? И ничего доказать сделать не может. Ну, понятное дело, что с задувкой ему здесь и нечего делать. Но левел, так я смотрю, уже начинает получать существенный наши товарищи. Пока ты там отсидишь в таверне, пока ты ТП сделаешь и долетишь, все это время твои противники получают экспу и, соответственно, преимущество. За сами фраги ты получаешь, к сожалению, баснословного мало. Джана. Еще раз. Все, его просто взяли и батарейками задушили. Все, то есть вот против стана ничего не может сделать. Это даже не стана, это недостан. Но ясное дело, надо максить драгонблат, здесь уже ничего не поделаешь. Но чтобы его замаксить, надо получить хотя бы третий левел, чтобы хоть на двоечку его вкачать. Чтобы его вкачать хоть на двоечку и не умереть, это надо поосторожнее стоять. Не подходи к рипам, не надеяться их фармить, вот это вот все. Кстати, сейчас хорошо ДК сделал, он выбил регены с клакверка. Но у него Транквилы, за счет них он будет хп реген в любом случае получать. А вот насчет мана регена он сейчас уже подвозит себе новую порцию. Ну, кларетку потратить, конечно, одну не страшно. Копейки. Сейчас еще вопрос с баунтирун довольно остро стоит. О, сейчас опять батарейки пойдут, да? Да, раз батарейки, два батарейки, еще и даггер действует. Но это очередная смерть. Нет, нет, нет. В этой игре плюс ман должна прииграть очень быстро. Шансов, я думаю, у них нет. Такая харда, конечно, это слишком. Хитрак пошел, заданаялся под тавер, но из-за того, что у него, видимо, не было возможности отстоять лишнее время. Так, там Шейкер убивает внизу, я смотрю, да. Перетянулся сюда Никс, бросил несчастного ДК, которому и так плохо. Не знаю, насколько это, конечно, профитное решение, но двумя милищниками они там убого стояли. Так что, возможно, здесь он будет полезнее. И самому ДК надо бы что-то придумать. Не знаю уж, что ему делать. То ли под тавером стоять и ждать, когда крипы к тебе подойдут. И то не факт, вы, как видите, сейчас под тавером фраг успешно сделали. А Китрак и сам перетянулся. О, сейчас будет плюс фраг, получается. Ну да, да, там, правда, касочки полетели прямо в карапасы, что не есть приятно. Но Китрак все равно его достанет. Карапас-то больше нет. Так, подстан есть. Батареек, правда, тоже больше нет. А что по Когам? Ну, Коги, в принципе, можно не ставить. Он так себя в ловушку загнал, так что он будет умирать. Там уже Криты вообще не переживает за судьбу своих протеже. Он тут и сам разбирается. Еще плюс фраг можно сделать на тролле. Там, правда, какой-то размен последовал, я смотрю. Кто-то вот еще погиб у команды Will Geniuses. Китрак, да, он прям плеймейкера, смотрю. Так, кто тут у нас умирал? Это Шейкер, да, Клокверк умер, да. А, ну да, он задунавился точно, что-то у меня как-то из головы выпало. Так, а что по бунтосам-то вышло? Забирают, забирают, хотя бы какие-то да забирают. Да, две рунки забрали. Давайте посмотрим, что у нас по Нетверсам. И по Нетверсам видим то, что Артизий впереди планеты всей. Ну и Пака он перестоял. 500 голды довольно существенная разница, учитывая то, что здесь никак не законтролить Паку вот этот вот лес, который рядом подфармливает, судя по тому, что он был пустой, Артизия. Ну и на этом, я думаю, разница во многом и выстроена, потому что линия сама по себе довольно спокойная. Ой, бедный жук. Бедный жук просто. Храни его, Господь. Больше его здесь ничего не спасет в этой катке. Артизия играет на Ликантропе, ребят. У него просто уже тысячи лет как иероглифы вместо имени стоят, но это Артизия, можете мне поверить. Он уже с Некрачами первыми, хорошо. Если он сейчас по-быстрому замаксит Некрачи, то там можно очень хорошо пофраговать под шейп-шифт. Ну, даже не замаксить, можно даже с первыми попытаться, на самом деле, но со вторыми и третьими будет надежнее. Так. Джана тут опять. О, уже и Клопа с ультой. Гратути. Так, а Шейкер у нас борется с троллем, получил порцию месов, поэтому в целом там ему не стоит соваться дальше. А вот и шейп-шифт, а вот и Некрачи пошли, а вот и грызь под тавр. Все, а у самого-то тролля есть что? Так, отошел назад, вроде как Миссинек склопотал. Нет, склопотал все равно, смотрю. Ой, еще и Дримкоил порвал. Но это неприятно он сейчас, конечно, сделал, но все равно при этом его с Аммоном сожрали Оракла. И дальше у нас будет Вич-Доктор убиваться, если получится. Но пока с пылами промахиваются. У нас баг, не получается попасть. А вот Никс Ассасин подстрял и будет умирать. Ну просто вообще никаких шансов на размен не дают. Доминейтинг стрик. А там еще и получилось все-таки, я смотрю, тролля сожрать. Это его Артизь же убил, да? Да, Артизь догнал. Ну вот так, в принципе, Некрономиконы фармятся. Ой, еще и Роял Джели есть. Кого он скормил? Квапе? Да, Квапе. Рамзик, да, дома чилит, ребят. По-прежнему у нас карантин в мире сохраняется хоть в какой-то степени. Местами его снимают, местами ослабляют. Но сообщения между странами по-прежнему доставляют некоторые проблемы. По-моему, Европа там что-то где-то между кем уже собирается открывать. Но вот с Америкой, я думаю, еще не скоро откроют, учитывая то, что это одна из топовых стран с точки зрения количества заболевших. Я уже думаю, что вот конкретно в американский буткемп Evil Geniuses Рамзик не скоро сможет вернуться. Так что, не знаю, вот лиги тут у нас еще идут, идут и идут и идут. Выкручиваются, конечно, как могут. Вы видите, тут замены всякие есть. Но вот костяк сохранился. Флай, Крит и Артизи на месте. Остальные тут вот так. Так, извините. Секундочку, там на миде движ. Так, а здесь у нас Никс Ассасин. Он да, умирает получается. Хотя у Китерка есть шанс сейчас стрик отдать. Отдает, отдает. Ну, так, конечно, он размазался, так что-то, в принципе, не совсем отдал. Но Шейкер хотел кого-то цепануть. У него ульта есть, он хочет ульту куда-то разрядить, очевидно. Ну, а сейчас немного подфидонили. Тем не менее, продолжает фармить Ликантроп. Вот у него уже вторые Некрачи в руках. На третьей Некрачи практически уже нафармил. Буквально пару спотов осталось нейтралов добить. Ну, и можно будет пройтись по внешним вышкам. Тут в целом Т1 вышки, мне кажется, уже застоялись. Их можно будет поснимать. Но вот так пока легчайшая игра, конечно, выглядит как. А, да, еще, ребят, напоминаю, что здесь Бестов 2 серия. Так что тут в любом случае будет две игры. И может быть ничья, как вы сами понимаете. Групповая стадия. Китрак. Ничего не может сделать Квопа, чтобы помочь. Потому что там удерживал ее Дримкоил. Так что довольно грамотное решение от Чеда. Здесь было его поставить так. Ну, и он удачно его поставил, конечно. Там буквально пару пикселей не хватало, чтобы зайти и без проблем там... Без риска разорвать Дримкоил, дать скрим и прочее. Так, а здесь у нас от Маледикта умирает Ви. А дальше что? Чед? Ой, ультанул как тут. Неудачно, неудачно. Еще и Чеда руну забрал. Ну ладно, все равно его забрали, конечно. Цели добились свои. Но случился небольшой фейл. Станчик есть по криту. Криту надо чем-то откидываться. У него есть только второй спелл. Попытается просто на шару уйти. А здесь оказывается Никс, который его подстанил. И фраг в итоге достается троллю. Так, а тролль тут у нас, конечно, беднота беднотой. Сирота Казанская. Суть по его фарму. Воракл. У него врываются. Да, хороший хукшот был. Два их закрыли. Вот был бы сейчас у них вейф и квапы, конечно. Здесь они бы вообще в два счета забрали. Но они справляются и так с двумя саппортами. Снимает Ликантропа. Он может просто сожрать здесь Чеда. Чед, ну, он попытается, если дело на арбу уйти. Но против шейп-шифта, я слышала, такое не работает. Все равно слишком быстро до тебя добегает. Да. Ну, у тролля здесь мало шансов что-то нафармить хорошее. Да, он вроде не умирает. Да, у него вроде там нетверс что-то там держится. Но вы видите, то, что разница у него с Ликантропом в целом уже практически на один слот. Ну и плюс топовая вышка, я думаю, что тоже еще застоялась. Ее заберут в ближайшее время. Хотя Артизи может без особых душевных терзаний и Т2 внизу снести. То есть здесь в целом мы видим то, что плюс-1 уже распрощались с этим лесом. И сюда никто не заявится дефать. Ну и тем более, если там просто нейтралов побить, а потом оставить, не кратчей бить вот эту вышку вместе с волками. Так что я думаю, тут вообще ноль проблем. Так, там Флай у нас где-то, вот видонил. Китрак тоже, он немного в щекотливой ситуации остался, один против троих. Но Квапа говорит, что нет, ребят, все в порядке. Там, правда, не получилось даггерки на них, кстати, все в Карапаса ушло. Но нужно теперь как-то помощи немного Квапата и блинкаут сделать, а она сюда блинканул. А, у нее блинк на единичку, понятно. Понятно, понятно. Понятненько. Ну и Китрака здесь тоже оставит. Вот это, кстати, хорошая серия фрагов здесь, конечно же. Ви сейчас дождется, когда батарейки уйдут, чтобы дать... А, ну он даже не дождался, он даже так тычку дал с Виндетте. Ну и после подкопать, подкопа попадет лифт, попадает. Ну и из-за этого фраг застерил, на самом деле, мог бы тролля оставить. Ему нужней. А Чет тем временем еще и с Критом разобрался. Слушай, ну в общей сложности минус 4. Да, здесь отобразилось, конечно, только 3 фрага, но вот Крит тоже в общий зачет пойдет. Тысяча с этого, экспы просто миллион, конечно. Но в анпосте, я так понимаю, что на 10-й минуте принадлежали оба. Я вилл джинниус, если что-то пропустила этот момент. Не могу точно сказать. Одну секундочку. Так, у нас-то он забирает уракла где-то. Сейчас, ребят, буквально одну секундочку. Зацепили, зацепили. Яна, вот бедный декаут, мне его больше всех жалкость. И здесь, этой движухе. Но сейчас он пережил вроде как атаку. У него еще ульта есть, так что он может на развороте подраться. Порвал Дримкуэл у нас Флай, попытается разорвать дистанцию. Может как-то подхилить Китрака. Китрака здесь уже не спасти. Флай тоже сейчас погибнет такими темпами. Он подкопать его в целом Ник сможет рискнуть? А, ну тут Флай сам встал для того, чтобы его подкопали. Так что нормально. Ну, все это время, к сожалению, Ликантроп фармит. У него кераса скоро будет. Кераса, он даже Т3 вышку не почувствует. И они такими темпами сейчас додерутся. Они вот дерутся под Т1 вышкой, и они даже Т1 вышку не заберут, скорее всего. Хотя ХП у нее мало. Может, задефть не будут пытаться это все дело. И выложение усос. Но пока они несут Т1, Ликантроп вот у них уже Т2 снес. И он бы мог немного задавить и нейтралов... Вот нейтралов, а своих саммонов на Т3 отправить. Но он боится отдавать лишнее золото. Все-таки по 150 рублей занекрачает и довольно много. Так, что тут у нас Ликан? Ну, в целом уже по большей части керасу собрал. Тут ему Гиперстоун один остался. Он его будет фармить. Все остальное он же привез, чтобы побыстрее сбегать в подойдную лавку. Когда придет время. За Чедом хотят идти. Чеда не получилось закрыть. Ну, Крит хотел как-то без палива подойти к Фиссуру, положить не получилось. Никс седьмой левел. Что-то у нас Своркл шестое получил. И на том спасибо. Шестой левел, на самом деле, на 15 минуте это довольно мало. Но тут все с Экспойни дружат. Тролли без жадного билда. Он хочет сразу начинать драться. Поэтому он взял себе Дефюжил Блейд. Но ему БКБ нужно. Вот он его уже Квикбай поставил. Без БКБ он просто сразу словит всех заклинаний понемногу. Так, ну и у нас драка намечается сейчас. Пытается похозяйничать Плюс Ван во вражеских лесах. И их сейчас поставят на место за это. Так, есть у нас сразу же ответочка от Никса. Но Акитрак очень хорошо влетел. Закрыл это все. Поэтому Яна здесь нет шансов выжить. Вий уходит просто в Виндетту. Но есть по нему просвет. Хотя продолжать никак атаку не планируют у нас ребята в этом направлении. Зато его хотят Оракл сожрать. Оракл сейчас сгорит. Не знаю, успеет ли он на кого-то или на себя ульту повесить. Вообще ничего не сделал. Погибает от ультогрита. И следом за этим сразу же и тролль. Ну вот и все в целом. Видите, доминация довольно быстро прервалась. Вот это начальное. Там еще бегает Никс. Но на нем уже дасты не висят. Ну она не понимает, что он в этом направлении. Но за ним придется погоняться, чтобы его найти. В целом здесь уже не крочи рядом. Так что переживать вообще не за что. Хитрак на хосте ходит, что-то чекает. Но под центри не подставляется Вий. Хотя сейчас мог бы и подставиться. Никого это не интересует. Они с Кирасой Рошана, я так понимаю, хотят забрать. А, не, еще без Кирасы. Но без Кирасы плохо идет. Надо все-таки дофармить ее. Минус армор позволит. Это позволит побыстрее его забрать. Так, у нас там МДК опять забрали, да? Ну на миде потасовка началась. В целом тут и два вышку настало время нести. Ну я думаю, что все ждут артисти, когда вот свою Кирасу возьмет. Но он в целом уже взял. У него уже есть по деньгам. Надо только сходить. Но он уже Курьера отправил по Тайную Лапку. Так что там и докупит. Оу, еще и Вампайр Фэнкс. На самом деле я бы на мисс Телекантропа взяла. Хотя, может, он и, собственно, Джорд приберет. Ну да, Квапа пока видим то, что держит у себя. Но я думаю, что если ей какой-нибудь Гроу Боу выпадет, она с удовольствием его возьмет. Философский камень. Ну, я думаю, Флай какой-нибудь поддержит. Вот и Кирас прилетел, и все. Ну, да. Так, ну что ж, Артизи. Ну, он здесь может хоть на предовую идти. Его никто под Кирас не пробьет. 2200 хп. Армора просто за глаза. Можно просто на Рошан на шару пойти. Здесь, тем более, что он еще не совсем до конца отрегинился. Он в секунду упадет. Ну да, видите, под Хаулем просто прям ощущается он. Так, Ви. Пытается здесь как-то немного подфорсить этот момент весь. Нужно быстрее добивать, потому что здесь был шанс, что украдет Пак, но у него ничего не получилось сделать. Так что силы тьмы и Рошана здесь забирают. Да, Егес, 6000 преимущества у нас имеется. Ну, можно подраться, конечно, можно за Оракулом гоняться. И решили погоняться. Он даже ТП доделать не успел, хотя ему не хватило буквально... Ну, там 0,3 секунды что-то вот такого плана, потому что тут уже звук, что ТП сделан, прозвучал, но анимация еще не закончилась. ТП доделать не успел, а не успел, а не успел. Так, ну что, там на ТОПе пытаются немного сплитпушем заниматься. Хотя я не знаю, что так долго вот Артизия и команда ждут. Мне кажется, они могут и по ТОПу пройтись, и как раз вот отпушить линию, и две вышки забрать, и по МИДу. То есть у них все в руках абсолютно, их убивать не могут, тем более все вместе, когда они по Дауре Керасы. Но вот все равно позволяет вот так немного отпушивать. ДК, ясное дело, он хочет пушить. У него дракония форма простаивает. Правда, жалко, что до сих пор первого левела, но тем не менее демэж по ушкам проходит. Там где-то порядка сотки за тычку накапывает в общей сложности. Так что да, понятно. О, Арбут этот парень потратил, но бросаться на него не очень хочется. Да, тут задули еще, не крачам надо. Ну что, теперь у нас Китрак готовится врываться. Яну пока один пытается на себя все это дело принимать. У него формы нет драконий, и это очень плохо. Ну и вот видим то, что на него врывается. Он уже никак не уйдет отсюда. Хотя Китрак очень далеко залетел в Оракулу. Оракулу не дадут подсейвить никого, и он себя снова подсейвить не успевает. Оракул, мне кажется, вообще ни одной ульты не нажал за все это время. Ой, еще и Вий. Ну Вий подкопал удач на Артизе, этим он, возможно, жизнь спасет. Хотя решили под фонтан бежать, но не стоит, наверное, это делать. В целом можно и Т3 тоже попушить, но, с другой стороны, вот здесь вот у нас вышка простаивает, и Роя один ее будет довольно долго нести. Причем интересно, что именно Роя Аегис взял, он даже в драке не пытался участвовать. Ну то есть здесь видим то, что больше, возможно, из-за денег его взяли экспы, чем вот из-за этого Аегиса. Ну все равно, опять же, их тут плохо убивают. Разве что саппортов когда не подставляются. Сам Артизе у нас ноль раз умер. Клопа один раз вот еще давным-давно. Ну добить его уже в эту ушку-то. Тут один крит несчастный танкует со своими полуторашками хп. Яна подцепили. Ну все, тут Китрак его не выпустит. Да, можно покричать на него с униквой его, можно его, конечно, здесь не тратить, но Роя так бесконечно танковать не станет. Покричи на него. Нормально. Все, добрали Китрак. Китрак очень сильно просил по хп, но у него есть урна, он и себя, и Сашку похилит. Так что все хорошо будет. Клокверк. Артизе. Донес тавр. Теперь интересно, чего они будут ждать, прежде чем заходить на Т3, потому что, ну, в целом все есть. Аегис есть, правда, он довольно скоро заканчивается, минуту времени, что несколько вот толкает поторопиться. Алибарда у Ликантропа появилась. Ждать Клопы БКБшки? Ну, не знаю, насколько это, конечно, востребовано. Тут и без БКБшки все хорошо. Но не помешает. Ну, ясное дело, что не помешает. Там не так много денег нужно на это дело. Бунтосы еще не скоро. Ну, то есть не успеют они до Аегиса. Но судя по тому, что Клопа сейчас 40 секунд до конца Аегиса, она не торопится ничего делать, то думаю, что этот Аегис уйдет молоко. Продолжение следует... Так, Никс. Отпушить пытается, хотя бы какую-то экспу фарм заработать. Никс. На Никса просто всем плевать. Но сейчас уже его крит сталкерит, так что я думаю, что здесь его дни сочтены. Миндета все-таки нет. Вия подстанили. Китрак... Ну, у него маны нет особо, чтобы чем-то помочь, но тут криты сам справятся. Так что все нормально. Так, еще и на скане нашли тролля. Волком его тоже нашли. Не знаю, почувствовал сейчас тролль, что он застопился о волка или нет. Опаньки, а вот и БКБшка, а вот и ответная БКБшка. Нужно переждать ульту. До конца ульты совсем немного осталось. Флая, видимо, продадут, но он нет. Он пытается сделать тэп-аут, пока БКБшка работает. У него получилось. Ну, в целом, минус ульта, минус 10-секундное БКБ. Так что импакт есть. Но Т2-вышку потеряли. Т2-вышку здесь все-таки доломал ДК. Вот надо, я не знаю, Супер Башер нужен. Да, вот Ликантроп фармит Супер Башер, потому что от него уже не в первый раз пытаются уйти на ТП. И получается это сделать периодически. Так, Склокверк. У него 12 лвлов уже вкачано. У Клапы уже 16. Ликантроп уже к третьему таланту приближается. Он уже взял себе перезарядку заклинаний. И, наверное, не знаю, что он возьмет на 20-м там и то, и то. Ему зайдет сейчас Роя. Пока что попался. И даже до сих пор попался. Он погибает. Воу, держит по-прежнему тролля на месте. У тролля нет ультимейта по-прежнему тоже. И его закрывают. Дальше Яна можно и отпустить, и забрать. А можно и затем и другим успеть, пока у нас Тортизи расправляется довольно легко с одним из саппортов. И Яна здесь на позиции... Ну, я думаю, что просто такого спейсинга работает уже, потому что подальше уводят от базы своей противника и пытается пожить хотя бы какое-то время. Ну, видим то, что ему контроль просто не дает это делать. И заканчивается это все минус 4 разменом на Клопу. Ну, Клопа тоже, она много денег отдала за себя. Тут, правда, у нас уже фэйт-рекап пропущен, который это показывался. Но видим то, что на самом деле Клопа-то по фарму на уровне с саппаком. То есть пак-то очень хорошо держится. Но вопрос, насколько один пак способен здесь импакт нести. Я думаю, что Лекан и сейчас до сих пор может пойти на Т-3 вышку. Но в целом что-то подпушивает, но крипы супер далеко со всех сторон. Багдор-потекшн он не отключит. Поэтому, видимо, мы будем чилить до следующего Рошана. Следующий Рошан довольно скоро. У нас 38 секунд основного времени. И дополнительное мы скоро узнаем. Так что, если повезет, то совсем скоро уже будем наблюдать. Так, врыв. Открыта. Ну, это все для Чеда было. Но учитывая то, что Чед здесь был самый дорогой, да еще и Стрик с него сняли, это было действительно ценно. Еще и Дезолятор себе купил. Но вышки будут падать как по маслу, понятное дело. Теперь надо только дождаться, когда долетит Дезолятор. Ну и на самом деле это хороший фраг для того, чтобы попытаться развести на байбэк. Почему две такие разные команды играют? Ну, на самом деле, в американском регионе, если брать его суммарно, не так много команд равных по уровню. Действительно, в любом случае, Evil Genius, мне кажется, будут выше всех на голову. То есть вот есть хорошая команда. Quincey Crew у них отличный состав. Business Association у них отличный состав. Beast Coast по-прежнему там что-то могут. Ну, может, Crazy тоже можно считать. Но, к сожалению, я, кстати, не очень уверена, что у них прямо такие результаты будут разгромные. Тоже хорошие. Но, тем не менее. Вот есть команды, которые вроде бы как хороши, но все равно они Evil Genius не приплюнут. Ну и есть ясное дело, которые команды, которые даже до уровня тех, которые хороши, но Evil Genius не приплюнут, не доходят. И я думаю, что эта команда одна из них. Но, если честно, я ждала немного большего. Но вот в целом пока все те катки, которые я смотрю с Evil Genius, они прям все салатные. Но мне, возможно, просто везло. Ну, вчера вроде там какой-то пот был. Так, Соврыв. И Воракл погибает. Тролль. Дальше у нас забирается Тавр. Ну да, здесь можно и мега-крипов просто не уходя сделать. Рошан появился. Можно отступить, Рошана забрать. В байбеке все-таки выбивается. А с другой стороны смотрите просто, как разваливаются парни. Ну, ясное дело, что здесь по-хорошему надо давно ГГшку писать, но... Уж не знаю, насколько это примут сейчас плюс-1. В целом пока Тролль пытается немного давить под ультой Оракула, но она заканчивается, и парень сразу умирает, потому что своя-то ульта тоже закончилась. Ну да, вот и последний барак убиваться сейчас будет. Ну, даже вот последний у нас барак. И это мега-крипы. Раздастся Горн. А, нет. Артизи вообще плевать на мега-крипов. Он просто сломал все, кроме последнего барака, для того, чтобы выйти сразу в трон. Но здесь в любом случае ГГ уже написали, и все на этом. Вот так вот, ребят. Быстрая каточка. Фастовая максимально у нас получилась. На редкость сейчас такие. 29 минут. Довольно долгая дота в этом патче у нас. Ну и что здесь сказать. В целом просто на классе развалили. То есть пик был неплохой у команды. Они хорошую идею предложили. Она могла бы реализовываться, если бы здесь была бы хоть немного равная команда. Хотя на самом деле здесь во многом выиграли Evil Genius за счет перестановки линий. То есть если бы не Клопа стояла против ДК, попытались это все дело изменить сами плюс 1. То есть они сами поставили ДК не на мид, а вот именно в хард. Но вот то, что они не стали свапаться после того, как ДК увидел Клопу, это, наверное, уже провал. Хотя, с другой стороны, ДК бы и против Эликантропа плохо стоял. Ну, бог его знает, конечно, как бы здесь иначе сложилось. Но такими темпами я думаю, что здесь должно быть просто 2-0. Ну мы пока будем уходить на паузу. Так, секундочку с этим вопросом. И вот до следующей каточки небольшой перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok